Помните любимую присказку путинских чиновников и пропагандистов? Придут солдаты НАТО и все у вас отберут, а вот теперь просто сядьте поудобнее, возьмите за что-нибудь покрепче, наберите в грудь воздуха, потому что рассказывать буду, что эти ребята придумали, дабы солдатам НАТО нифига не досталось. Ну, видимо, и так. Торгово-промышленной палате предложили забирать у россиян приватизированные квартиры в смысле аннулировать итоги приватизации 90-х, а проще говоря, вернуть все взад во времена, когда жилье человеку не принадлежало, считалось государственным, а гражданин со своей семьей там просто временно находился по договору социального найма или еще как-то. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Автором блестящей идеи выступил некто господин Широков, председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ. Мотивировка следующая. Приватизация стала одной из самых больших ошибок, потому что породила огромный класс нищих собственников. Это цитата, между прочим. Так вот, породила класс собственников нищебродов, не умеющих, а часто не желающих управлять своим домом. Да и денег-то у таких людей на обслуживание и ремонт нет. Я автор-любитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем вам машина-то, я не понимаю, если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Фух, как некультурно. А ведь мы когда-то смеялись над этой шуткой великого кормчего. Зачем вам машина, если дорог нет? Действительно забавно. Правда, шутка оказалась пророческой. Теперь вот в пору юморить. Зачем вам тепло в квартирах, если у вас и квартир-то нет? Сейчас остановимся, но вам подробнее. Это реальная журналистика. Из полей доносится печаль. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, про тепло выше недаром вспомнил. Потому что именно эта проблема главным образом послужила первопричиной той самой прекрасной идеи с отъемом жилья у граждан. Ну все же в курсе, да? Что начало 2024 ознаменовалось чередой коммунальных аварий ни дня без прорывов. В прямом смысле слова то тут, то там рвет трубы. Причем по всей стране города и поселки в буквальном смысле тонут в реках кипятка, как это уже было в Новосибирске или, например, в Казани. Кипяток на морозе в Новосибирске прорвало трубы с горячей водой рядом с торговым центром и парковкой. Из-за холода, а в Новосибирске сейчас под минус 30, вода быстро остыла и буквально приковала к земле автомобили, оставленные на парковке. Это Амирхана. Две ключи, термальные источники. Одна машина уже встала покупаться. Какого хрена? Сотни тысяч людей, а может быть даже и миллионы уже, ну в совокупности, остались без отопления посреди зимы. Без света, без газа. Мы, он, ему целый выпуск посвящали вот этот. Кто не видел, посмотрите обязательно. Слушайте, вот эти вот новогодние праздники впервые были не праздничными, а стали настоящим кошмаром. Судя по информационным сводкам, я сейчас ничего не придумываю, в Москве. В 25-ти градусные морозы жители сразу трех районов города, Биберево, Отрадное, Медведково, остались без света и тепла. Замерзаем! 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 Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города Электросталь, на отсутствие отопления в наших домах. Похожая ситуация, к слову, наблюдалась и в другом муниципалитете Подмосковья. Да, я про Подольц сейчас, где в микрорайоне Кримовск без тепла остались более 100 тысяч жителей. И сериал об этих несчастных мы смотрели на протяжении нескольких дней, практически в режиме нон-стоп. Ну и вот, значит, месяц власти искали виновных, пытались свесить ответственность за произошедшее, то на какие-то частные котельные, то на каких-то неэффективных собственников, как было в Подольске, там крайними назначили владельцев местного патронного завода, которые, к слову, и в России-то не живут, чем насмешили всю прогрессивную общественность. Смотрите, какая интересная ситуация. Представьте, что вы владеете, например, автомобилем. И сами не садитесь за руль, но нанимаете какого-то водителя. Но машина ваша, частная, вам принадлежащая. Этот водитель оказался неумехой и, например, совершил мелкое ДТП. Вот такое ДТП, когда пострадал сам автотранспорт. Машину чините. А люди со стороны, когда им задают вопрос, что же теперь делать-то, собственно говоря, с подобного рода событиями, знаете, что говорят? Не говорят, поменяйте водителя. Они говорят, отберите у этого собственника эту машину. И знаете, какие аргументы приводят? А этот собственник, например, был в Германии. Или этот собственник плохой человек, потому что он плохо обращается со своей женой, детьми. Ну, или он вообще не платит алимент. Чего? Однако закончилось в конечном итоге все это еще более абсурдно. На сцене появился месье Шариков, ой, Широков, простите, и сообщил, все фигня, я обнаружил настоящих виновных, это правильно. Огромный класс нищих собственников, посему давайте отберем у граждан квартиры на всякий случай, и все сразу как наладится. Я просто поплопну. Вообще, во всем мире коммунальный бизнес считается одним из самых выгодных, это объективно. Ну, хотя бы потому, что без автомобиля, без смартфона, без лишней пары обуви, и даже без батона колбасы человек обойтись может, а вот без тепла, особенно зимой. Без электричества, когда все на этом электричестве завязано, без воды, в конце концов, куда ты нафиг денешься? Другое дело, что в нашей стране коммуналка, это ведь огромная черная дыра, в которую сколько не вкладывают, она все равно дырой остается. Но вот опять мы слышим, износ коммунальной инфраструктуры по стране достиг 50, 60, 70 процентов, и это только средние показатели, в России имеются регионы, где более чем на 90 процентов коммуникации изношены, сгнило все со времен СССР, туда потому, что никто ничего не вкладывал языком, только всю дорогу мололи. Изношенность сетей составляет примерно 60 процентов, но решать эту проблему, конечно, можно и нужно. У нас изношенность сетей составляет 80 процентов. Если система и дальше будет недофинансироваться, то она разрушится окончательно. О степени изношенности фондов уже сказано немало. Главнейшая задача – это модернизация отрасли. Не, б***ь, я в шоке, да? Нет. При этом тарифы повышались и повышаются регулярно. Два раза в год. Денег, повторюсь, в эту прорву за три десятилетия вбухали и распилили столько, сколько не снилось даже нефтяникам. Ключевое слово здесь – распилили. Поскольку даже там, где… Ну, что-то якобы делается, делается. Тяп-ляп для галочки. Вот кадры из Челябинской области. Там водонапорную башню год назад как будто бы новую установили, а сейчас течет. То есть вода идет напором, потом к вечеру вода отключается, мы опять начинаем звонить. Они вроде что-то там клапан, похоже, поднимут, она вода пойдет, утром опять воды нету. Башня вся замерзла, вода хлещет из нее. Администрация об этом была в курсе, мы ей все рассказали. Толку от этого не было. Они приехали, что-то сделали за пять минут, как сказали нам, что открыли вручную клапан, что он сломан. Хватило это всего на 10 дней. Потом просто люди остались на целые сутки без воды. В водоканал звонили, они просто трубку не брали. Они еще и без отопления все сидели. И администрация же это в курсе была. Так о чем мы? О том, что в реале все разворовано. Поэтому когда-то оно должно было начать разваливаться. Поражает другую наглость российских чинуш, которые уже ни в какие ворота не лезут. Теперь оказывается в бедах. Разграбленные отрасли виноваты. Ух ты! Обычные граждане. И наказывать надо как раз обычных граждан, отбирая квартиры. Например. С другой стороны, я понимаю, что вот этот вот Шариков-Широков, но это не статусный человек. Поэтому прямо сейчас начинать бить тревогу и строить какие-то бастионы, руководствуясь эмоциями. Все, а завтра отберут последнее. Наверное, неправильно. Скорее всего, ребятки оттуда почву прощупывают. Хотят посмотреть, как на такую антинародную инициативу отреагирует российское инертное общество, которое политикой не интересуется. Однако призадуматься стоит. У нас же как? Сегодня в газете, завтра в куплете. Чтобы за примерами далеко не ходить, пожалуйста. Статья сатирического издания «Панорама» от января 2021 года. Для тех, кто не знает, что это за издание, это что-то вроде советского журнала «Крокодил». Публикуются там выдуманные новости. Так вот, в 2021 году «Панораме» пошутили о штрафах за расторжение браков. Па-ба-ба-бам! Спустя два года, в январе 2024-го, все это на полном серьезе обсуждалось в Госдуме. Если вы предложили бы, что при заключении брака вот 10 тысяч рублей, вы говорите, а при расторжении 100 тысяч рублей штрафа, я бы поддержал. Или обязательные работы, зона своего, работа в зоне своего. Да, все, надо наказывать за разводы. А брак, это же естественный, это и так праздник человек. Это фиаско, братан! Ну или вот, прямо сейчас в парламенте лежит законопроект о конфискации имущества за критику власти. Причем конфисковать имущество предлагается не только у самих нарушителей, но и у родственников таких людей. А впрочем, об этом предлагаю поговорить в следующем выпуске. Очень большая и очень глубокая тема, потому что пока же переваривайте услышанное. Все! Это была «Реальная журналистика сегодня». Вот так подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok